Оксана Парусова помогает детям и взрослым на протяжении многих лет. Женщина считает это своим призванием. И вот настал тот самый момент, когда ее деятельность обретает официальный статус. Теперь Оксана руководитель Забайкальского благотворительного фонда оказания социальной и духовной помощи. Самая социально незащищенная прослойка населения – это дети, которым нужна помощь. Они не могут сами себе заработать, они не могут себе что-то обеспечить, те же игры, те же мероприятия. Помогала детям давно, но вот сейчас я подумала, что почему бы не привлечь еще таких единомышленников. Все-таки, когда нас много, мы можем помочь большим детям. Благое дело поддержало много людей. Читинская епархия тоже внесла большой вклад в создание благотворительного фонда и активно оказывает помощь малоимущим семьям и их деткам. Но останавливаться на достигнутом не собираются. В планах фонда много работы. А это организация праздников, детские соревнования, повышение патриотизма и создание интересного и увлекательного досуга. Мы, как мне кажется, создаем фонд как раз для того, чтобы объединить усилия тех добрых людей, которых достаточно в Забайкальском крае, для того, чтобы консолидировано, вместе, дружно делать доброе дело, благое дело, помогая жителям Забайкальского края, там, где эта помощь нужна и куда хватит сил эту помощь оказать. Создатели благотворительного фонда «Благое дело» ищут неравнодушных людей, готовых уже сейчас помочь детям и семьям, попавшим в трудную ситуацию. Если вы тоже хотите сделать вклад в благое и доброе дело, то смело набирайте номер телефона, который видите на экране. Только с вашей помощью забайкальские дети и семьи поймут, что их любят, и они не брошены.